То, что происходит, это чудовищно. Я прожил большую часть своей жизни в советском тоталитарном режиме, который я терпеть не мог, против которого, как мог, протестовал. И такая была надежда, такое ожидание, что это рухнуло, что что-то изменится. И так и было. Надежда в том поколении, которое выходит сейчас на улицы, она выросла вместе с ними, она родилась при них и продолжает в них существовать. Это то, на что остается только рассчитывать. Потому что они не боятся, они не знают, как было, и они не могут поверить в то, что происходит сейчас. Как не могу в это поверить и я. Я не могу представить себе, что людей, идущих по моему городу, по Москве, пьют палками какие-то упыри. А вот по вашему мнению, вот та самая надежда, которая есть у этих молодых людей, о которых вы говорите, ее можно подавить такими методами? Нет. Так как, слава богу, наверное, наша власть тупа. Вот все, что в последнее время происходит, даже на примере этих скрипалей, как это тупо сделал, меня пугает эта тупость. И вот эти такие убогие запугивания сейчас, они только провоцируют еще большую реакцию. Знаете, что меня больше всего пугает? Я совершенно не жду триумфа. Я не хочу говорить, ага, вот вы упыри, вы коррупционеры, вы диктаторы, не слушали нас, не верили, и вот теперь получаете. Этого не хочу. Потому что русский бунт, он, как мы знаем, страшен и беспощаден. Беспощаден ко всем. Под раздачу попадут все, и я в том числе, и демократы, и недемократы. А вы думаете, что сейчас он возможен? Сейчас нет. Но такими семимильными шагами наша власть идет к тому, чтобы провоцировать, насаждать и делать все, чтобы это произошло. То, что у меня опасения реальные. Мотив этому – это недопущение свободных депутатов, независимых к выборам. Такое кандовое, опять, тупое. Вот мне интересно, как своим внукам это будет объяснять Элла Панфилова, которая в этом виновата в первую очередь? Чуть придумывать будет, что нет, но там же были нарушения, не было нарушений. Я оставлял подпись за Соболь, ее не засчитали. Но дело даже не в этом. Люди выходят уже не за этих депутатов, а за то, что творится на улицах, за то, что их бьют, и будут выходить больше, приезжают уже из регионов. А то, что было в Екатеринбурге с этой церковью, это тоже прецедент. Это все одной цепи звенья, потому что власть патологически не может слышать и не хочет слышать свой народ. Михаил, а вот вернусь к выборам. Вы ставили подпись за Любовь Соболь, она в итоге, по крайней мере, на данный момент не допущена. Если ее такие не допустят, за кого будете голосовать-то? Я не знаю, как в таких случаях. Я не очень разбираюсь в механизмах, что там посоветуют умные люди. То я и сделаю. Потому что я так понимаю, что приходи, не приходи. Все равно голосую, не голосую. Поэтому, что скажут, и вот опять тупо. Ну почему их не допустили? Ну, Господи, допустите их из-за того, как вы можете, потом отсеките. Скажите, что не набрали вы. Ну не допустите. Тупость, тупость. И еще раз, тупость.